Детское творчество на большой сцене в Славянске-на-Кубани прошел заключительный этап районного фестиваля конкурса «Молодые дарования Кубани», организованный и проведенный Управлением образования и Центром дополнительного образования. Фестиваль детского творчества «Молодые дарования Кубани» проводится ежегодно. В нем принимают участие школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования от самых маленьких 4-5 лет до уже взрослых 16-17. Для детей это возможность почувствовать себя артистом, проявить все свои таланты, показать, чему научились. «Молодые дарования Кубани» проводится в несколько этапов – школьный, зональный и муниципальный. Всего в творческом конкурсе приняли участие 93 учащихся из 15 общеобразовательных организаций и 325 учащихся из двух учреждений дополнительного образования. Сегодня мои дети представили 15 номеров в номинации «Эстрадный вокал» различных возрастных категорий. Мы представляем Центр творчества Славянского района. Хочется отметить высокий организаторский уровень мероприятия и, естественно, желаем фестивалю процветания и дальнейших успехов. Юные артисты исполняли песни, читали стихи, танцевали и показывали театральные постановки. Театральная студия «Успех» из Таницы Петровской была создана всего три месяца назад. Сегодня у них дебютное выступление. Для зрителей они подготовили литературно-музыкальную композицию «О зоре здесь тихий» Бориса Васильева. Сколько номеров я готовила и литературное чтение, и художественное чтение. Ребятам эта тема интересна, близка. И хочется, чтобы они не забывали о том, что было, о том, какой подвиг совершили наши деды, прадеды. Мы гордились этим, прочувствовали хотя бы чуточку того, что пережили наши прадеды, ну и ценили то, что у них сейчас есть, наше будущее. Каждый номер оценивало жюри. Номинаций было много – вокал, хореография, народное пение, вокально-инструментальное ансамбль, художественное чтение. В каждой были определены победители, которые примут участие в галоконцерте. Он состоится в конце марта. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».